Курс я в прошлом году записал, я тоже одну лекцию прочитал очно, вот она как раз первая. И сейчас я, наверное, небольшой обзор сделаю, и после чего вы можете потом сразу же, скажем, эту лекцию посмотреть первую. Мне только там один недочет есть, я долго-долго рассказываю про информационное обеспечение математического моделирования, то есть вот те данные, которые хранятся в информационных системах, ну там о них речь пойдет, они представляют собой интерес, если, конечно, их хватает, да, обычно их не хватает, они представляют интерес как источники информации для этапа структурной и параметрической идентификации моделей математических. Профессиональным матмоделированием такого рода у меня отец занимается, да, правда, в области биологии и географии. Вот это в основном, как бы, курс, вот эта часть курса, она построена на моем опыте как раз общения с ним, ну и в институте, где я работаю, это Институт динамики и системы теории управления Сибирского отделения Российской Академии Наук. Там есть даже отдельное направление, то есть есть отдельные исследователи, которые для отдельных классов задач из теории управления, задач, ну, в принципе, в широком смысле математического моделирования, они занимаются как раз вопросами структурной и параметрической идентификации, то есть народ на этой задаче строит свои научные школы даже, защищает докторские диссертации, то есть довольно сложная задача. Так вот, я самое главное, значит, забыл упомянуть, что вот те методы многомерно-статистического анализа, ну, некоторые уже прошли, проходили, естественно, в бакалавриате, тем не менее, там у меня есть несколько обзорных лекций, то есть если они вам кажутся знакомыми, их можно не смотреть, они последние там по тексту идут. Так вот, методы многомерно-статистического анализа, ну, в принципе, и машинное обучение, в общем, все, что можно вот назвать черным ящиком, то есть математические модели, отображающие там вход на выход, без возможности определения явным образом зависимости между входом, выходом и состоянием, если система динамическая, то вот, короче говоря, вот этот черный ящик, он используется для идентификации. Ну, однако, в моделях с явным образом представленными зависимостями, да, то есть белый ящик, формулы зависимости, там, в регрессии, в классификации, они могут явным образом представляться. Вот, и весь материал этого курса, значит, он состоит из четырех лекций, то есть первая лекция, вот, по ходу, значит, это общий обзор, общий обзор, в нем основное, это, собственно, математическое моделирование и задача построения систем поддержки принятия решения. Ну, и такие термины там еще используются, как антиинтуитивное принятие решений. Антиинтуитивное принятие решений, то есть это цель построения систем поддержки принятия решений. То есть мы можем, ну, на примере любимой тематики, да, опять же, оценка ресурсов, там, Иркутской области, например, ресурсов лесных, то есть сколько можно рубить, сколько нужно тратить, там, средств для лесовосстановительных мероприятий, там, борьба с пожарами, борьба с вредителями в том числе, вот. То есть лицо, принимающее решение, должно принять решение о том, сколько, вот, будем рубить, сколько, ну, сколько нам надо, да, ну, сколько можем заработать на лесных ресурсах, сколько вкладывать деньги на лесовосстановительные. Ну, и вот эти вот параметры, их можно, так сказать, варьируя, задавать различные сценарии для расчета при помощи математического моделирования. Вот эти вот результаты расчетов, они являются дополнительной информацией для того, чтобы принимать решения. То есть мы, на интуитивном уровне, мы можем, конечно, пользоваться своим опытом и более ранними результатами, так сказать, оценки продуктивности наших решений, значит, таки и пользоваться этими, этой информацией. Но, однако, если у нас есть аппарат математического моделирования, естественно, мы можем в некоторой степени наше потенциальное решение, посмотреть, как оно будет действовать на лесные ресурсы в перспективе, там, на 25, 50, 100 лет. Ну, и в конце концов, имея большее количество информации, принимать более адекватные решения. Вот такие вот решения называются антиинтуитивные, когда есть дополнительная информация. Вот. Вторая задача там, это такой философский вопрос. То есть как связывать данные, приходящие из информационных систем, с данными, требуемыми для вот этих вот задач многомерного статистического анализа данных. Под ним, кстати, ну, я беру классический термин, в большей степени там из советской терминологии. То есть эквивалентный это там тоже самый дейта майнинг, ну, со своими там, конечно, особенностями майнинг, в принципе, машинное обучение. Сюда же можно в узком смысле там, хотя у многомерного статистического анализа шесть основных там функций тоже, тоже посмотрите. Философский вопрос, связанный с тем, что, то есть что такое, вообще говоря, автоматизация принятия решения в разработке аналитических информационных систем. То есть что такое решение? Ну, вот мы тоже ездили недавно в Китай по обмену. Я делал доклад, и мне китайцы задали вопрос вообще, как можно в машине представить некоторый смысл. Ну, то есть вот мы решение какое-то приняли. Что такое решение? Вот в одной из найденных мной книжек, ну, для того, чтобы изложить эту суть, эту идею, я поискал в интернете, нашел книжки, вот в аналитических информационных системах под решением понимается некоторое действие, которое делается в результате, ну, анализа данных, анализа информации. То есть это либо действие, либо, ну, то, чем я занимаюсь в моих научных исследованиях, это интерпретация. Мы синтезировали некоторые информационные объекты, мы его перекладываем на другой язык. Ну, правильно сказал, язык это, в принципе, тоже модель представления информации. Ну, там можно так написать. То есть мы для лица принимающего решения, который занимается этими задачами, да, то есть лицо принимающее решение, мы должны каким-то образом это наше решение представить, так, чтобы он понял. Ну, и тут появляется как раз из области ИИ задачи, связанные с интеллектуальными пользовательскими интерфейсами. Вот, вторая лекция, она посвящена, хотелось даже вот так вот открою здесь, у меня вот есть сайт, я потом адрес брошу в канал, так, мы так возьмем, надо его обновить. Вот, тут я как бы план набросал общий, то есть извлечение, трансформация, сохранение промежуточной базы данных, это Extract, Transformation and Load, ETL, этап, отдельная лекция, хранилище данных, представление данных к гиперкур. То есть должно быть четыре лекции, тут почему-то три у меня. Но четвертый, это просто, так скажем, этап, связанный с обработкой информации, такая общая информация по многомерному станистическому анализу данных. Очень хороший, интересный доклад, вот, был в Новосибирске сделан, там, девушка, которая является ученицей, основоположником многомерного станистического анализа в Советском Союзе, Николай Григорьевич Загоруйко, я с ним лично был знаком, вот, и довольно очень интересный человек. Он реально является основоположником, то есть один из, вплоть до того, что он на банкете как-то рассказывал, что к нему американцы подходят. Вы не знаете, вот здесь в зале есть Николай Григорьевич Загоруйко, мы его очень ценим, вот, как основоположника дейтамайнинга. Он из Загоруйко рассказывал, что да, он перед вами стоит. Вот, есть плейлист, можно по нему смотреть. Значит, лабораторная работа, в прошлом году мы договорились о том, что будет одна лабораторная, в ней можно либо программу написать, либо можно сделать, типа, записную книжку, там, типа этого, Джупитера, да. Значит, там самое важное, что вот эти три этапа основные, да, то есть вот эта вводная же лекция, да, три этапа, то есть извлечение, трансформация, хранение промежуточных данных. Хранить промежуточные данные можно либо в базе данных, ну, что круче, да, но если вам неохота базу данных там создавать, писать какой-то код, можно, в принципе, хранить в виртуальных панда-таблицах, например. Вот представление, извлечение из хранилищ данных, вот этап формирования данных для многомерного статистического анализа, это то, что первая лекция называется «Dataset». Ну, везде называется, а вот там будет такая схема, пирамидка, вот. Третье – проведение какого-нибудь или там серии этапов многомерного статистического анализа данных с целью там чего-нибудь сгенерировать, например, отчет или можно, в принципе, модель идентифицировать, если эти данные вам помогают. В книжке самая простая модель – это предсказание там уровня продаж по среднему скользящему. Вот самая простая модель, она даже проще там модели многомерного статистического анализа, в том числе. Вот, можно создать страницу в PowerBy, который бизнес интеллиженс. У меня есть сервер, я на нем установил как раз продукт MetaBase, ну, и тут дальше я описываю процедуру подключения через виртуальную сеть Zero-Tier. А адрес, я, по-моему, кидаю адрес моей сети, чтобы его не светить. Я его кину, значит, вот в чат потом. В нем есть несколько баз данных, можно их взять в качестве примеров, либо, значит, свою базу данных. Можно в качестве базы данных использовать CSV-файл. Все, вы найдете какую-то интересную, похожую на данные производственные, например, какие-то. То есть самое главное здесь заключается в том, чтобы пройти вот эти все этапы, ну, согласно лекции, ну, и сделать какой-нибудь набор этапов многомерного статистического анализа. Это работа творческая. Вот я в этих вот примерах, в этой вот лекции, я их по курсу искусственного интеллекта для студентов-бакалавров делал. То есть они индивидуально не изучают машинное обучение, как правило. Ну, вот эти вот, потому что в этих лекциях я рассказываю, что, например, перед тем, как сделать, ну, все касается, конечно, самого крутого варианта, когда мы модели идентифицируем. Если же мы ленимся, да, либо модель настолько сложная, что мы можем ограничиться только черным ящиком, то тут, конечно, приходят на помощь там нейронные сети, всякие леса из деревьев принятия решения, ну, и тому подобные вещи. Многомерный статистический анализ, он включает в себя, согласно одному из учеников этого загоруйка, шесть вариантов. Первый – это вот регрессионный анализ, да, когда мы, ну, грубо говоря, если мы представим, что все входные данные у нас числа с плавающей запятой, хотя это практически никогда так не бывает, мы отображаем вот r в степени n на r, да, второй – это r в степени n, отображаем на некоторое фиксированное количество элементов, это классификация, вот, она будет у вас на нейронных сетях, там, на глубоком обучении, классификация нейронными сетями, да, в частности. Третий – это построение системы классов, когда r отображается ни во что, то есть нам нужно задаться некоторым числом n, где n – это несколько вариантов классов. Это то, что называется кластерным анализом, хотя кластерный анализ – это вроде как не профессиональный термин, есть специальный термин, сейчас, дай бог, память вспомню, как он называется, построение таксономии, да, по-моему, таксономия – это теория типов, ну, там где-то есть это все. Это что-то получается, первый, второй, третий, четвертый, четвертый вариант многомерного статистического анализа данных – это анализ информативной емкости. То есть некоторые, например, атрибуты, вот, это сети, ну, то есть толпцы, да, они могут быть как бы в целом линейно зависимыми друг от друга, да, то есть убирая один из толпцов, мы сильно не влияем, в конечном счете, на качество полученного, ну, на предыдущих, скажем, или предыдущих классов методов вот этого многомерного статистического анализа данных. То же самое с экземплярами, которые мы анализируем. Вот, то есть могут быть такие примеры, там, повторяющиеся, например, да, они новой информации не приносят, не привносят. Ну, тут можно, конечно, всегда поспорить, да, нейронной сети, например, повторяющийся пример, он вырабатывает более строгую реакцию, да, вот, а для тех же построения деревьев в решении один и тот же, одна и та же строка, она ничего нового не привносит. Да, следующий вариант многомерного статистического анализа данных – это планирование эксперимента. Смысл в чем, что очень активно планирование эксперимента используется, например, при работе на физических приборах, да, которые вещество изучают. Вот, у меня много знакомых, здесь в Академгородке, в Иркутске, занимается, например, геохимией. Вот, есть такой рентгено-флюоресцентный анализ, то есть пробу, ну, физическую, да, размолотую, ну, там, как-нибудь глину, например, да, размололи, ее облучают рентгеновским излучением, и проба, в свою очередь, обратно возвращает флюоресцентное излучение. И вот спектр этого излучения характеризует элементный состав, ну, в смысле таблицы Менделеева. Так вот, для того, чтобы эти спектры анализировать, то есть один из активно применяющихся способов, или методов, они называют, просто берем некоторый стандарт, то есть вещество с известным содержанием, тестованным, так называемым, содержанием элементов, и вот также подвергаем вот этому воздействию физического фактора, да, рентгеновское излучение, и смотрим, какой спектр она излучает. Ну, эти спектры сравниваем потом, спектры вот этого стандартного образца, и спектры анализируемого. Так вот, планирование эксперимента с точки зрения, ну, дейтасета, это постановка такого вопроса, какое еще нужно создать, или как, какое нужно еще провести измерение, то есть дополнить наш дейтасет еще какой-то новой строкой, так чтобы функция, ну, то есть зависимая переменная, имела какую-то качественную характеристику. Ну, предположим, если мы что-то измеряем, даже линейка, да, у нас есть фактически две функции. Одна, она измеряет, ну, то есть измерение, собственно, проводит длину, да, вторая измеряет точность измерения. Вот нам хочется измерить в следующий раз таким образом, чтобы точность измерения была максимальной. Вот это планирование эксперимента. И последнее, шестое, это анализ временных рядов. Они будут на глубоком обучении, правда, они там больше будут связаны не с временными рядами, а с текстами, например, да, то есть есть некоторые последовательные символы, и нужно, ну, что-то там с ней сделать, тоже классифицировать, что это такое, да, например, резюме какой-то сделать. Для сигналов, например, если у нас сигнал повторяется, да, то нам нужно там определить начало и конец повторяющихся элементов. Ну, я понимаю, что там можно проводить всякие преобразования типа фурьетом, преобразованием вевлет, там, черлет. Ну, это уж совсем, если они, ну, как бы сказать, по определенному паттерну построены, да, выявления паттерны в математическом смысле. Ну, лучший пример, конечно, из биоинформатики, то есть у нас есть последовательность из четырех букв, да, моделирующая ДНК там или РНК, и вот в этом ДНК и РНК найти схожие последовательности. Вот, то есть есть ли повторяющиеся геномы внутри цепочки. Ну, это такой самый классический способ. Вот, ну, в общем, на вот этом вот последнем третьем этапе лабораторной работы надо, как бы сказать, подумать, в какой последовательности эти методы можно использовать для того, чтобы, ну, выявить максимальное количество полезной информации из данных, которых мы вот извлекли, трансформировали, поместили в промежуточное хранилище, преобразовали в удобный для обработки дейтасет, обработали его и сделали некоторый отчет. Ну, было бы, конечно, здорово, если было бы что-то вроде какой-нибудь сводной картинки, как это обычно делается в вот этих бизнес интеллигенс тул современных. Я вот пока ни одного не видел такого, в котором был бы инструментарий, связанный с поддержкой принятия решений. И, ну, я так, по ходу дела, буду вам, скажем, раз в две недели информацию по состоянию, например, моего сервера посылать. Один Jupyter установил, один, значит, MetaBase. Вот, я бы, кстати, ну да, обновить надо. Ну, и есть некоторая схема. То есть, как подключиться можно из Jupyter к... по сгрессу встроенному, да, вот есть pg-админ. Ну, я все это проверю, работает это или нет сейчас, потому что год прошел уже. Вот, да, это пользователь LIT. Пароль я уже забыл сказать. Ну, вот такой вот обзор. Там понятно, что ничего не понятно. Вот надо начинать смотреть лекции. Время Продолжение следует...